Добро пожаловать на лекцию про Storage Spaces. Это новая технология Майкрософта, чтобы решить проблему стандартных дисков. Помните, мы на предыдущих лекциях говорили, что есть стандартный GPT-MBR и они ограничены границами одного диска. То есть не может быть партиция на двух дисках, например, закончилось место на одном, и эта же партиция, эта же буква D продолжается на другом диске. У нас в GPT и MBR мы ограничены одним физическим диском. Цель стандартных партиций это управлять партициями на одном диске. А что если мы хотим, например, сделать Mirror? У Майкрософта была технология Dynamic Disk. Dynamic Disk это старая технология Майкрософта, чтобы, например, сделать Mirroring, зеркало. Если там один диск падает, то второй работает вместо него, чтобы вся информация записывалась на два диска. Вот эта вот технология Dynamic Disk, которая позволяла делать вещи, которые не стандартные, типа RAID 5, типа Mirror. И что такое RAID 5 мы увидим на этой лекции. Это называлось Dynamic Disk. Dynamic Disk, он уже устарел, и у него есть тоже ограничения, например, нельзя сделать партицию больше, чем ваши физические диски. И Майкрософт заменила в 2012 году приблизительно вот этот Dynamic Disk на Storage Spaces. Проблема, что Storage Spaces is not bootable. То есть нельзя с него загрузить Windows. Нельзя на дисководке C сделать Storage Spaces. То есть, например, сделать зеркало. Я вам скажу по правде, Майкрософт сами сделали новый компьютер, называется Surface Microsoft, и в нем загружается операционка с двух дисков, на которых стоит Storage Spaces. То есть, да, возможно загрузить, но надо что-то там в железе и в драйверах самого компьютера что-то сделать. И Майкрософт сделали это на своих компьютерах, но нам они это не дают. То есть, с нашей точки зрения Storage Spaces нельзя сделать bootable. А, кстати, Dynamic Disk старый, старая технология нестандартных дисков, Dynamic Disk та, которая слева, кстати, да, позволяет сделать загрузочный диск C с мирером. То есть, я могу сделать мирер на диск C и загрузиться, это немножко сложно, но это возможно. Storage Spaces это практически невозможно, кроме одного компьютера. Поэтому Dynamic Disk еще имеет право существовать. Мы про Dynamic Disk будем говорить в отдельных лекциях. Цель одинаковая. Цель позволить более большой функционал, чем стандартный GPT и MBR и выйти за границы одного диска. Работать с несколькими дисками, как одна группа. Так, давайте закроем все, что у нас было на предыдущих лекциях. И мы сейчас хотим пойти в магазин и купить несколько дисков. Почему? Потому что диск C мы не можем трогать. Мы можем это делать только на добавочных дисках. Например, фотографии, игры, хранить на добавочных дисках. У нас сейчас есть диск C 60 гига и диск D 10 гигов. То есть, у нас два диска. Я делаю Add и добавляю еще один диск. Как будто бы я пошел в магазин и купил еще один диск. Давайте сделаем его другого размера. Например, 15 гигабайт. Я хочу вам подчеркнуть, что нет надобности, чтобы все диски были одного размера, так как это происходит на физических рейдах. Так, мы видим, что у нас есть диск 2 10 гигабайт, диск 3 15 гигабайт. Видите, мы добавили два диска, кроме диска C. Я очень хотел бы, что у меня Microsoft нам сделали, что можно и диск 0 и загрузочный диск тоже, чтобы диск spaces им управлял. Но, к сожалению, они этого не сделали. Я в реальной жизни для этого использую физический RAID. Так, что мы видим, что у нас есть диск 1 и диск 2. Мы можем сделать инициализацию, но мы не обязаны. Помните, мы можем сейчас запустить Storage Spaces. В принципе, Storage Spaces это как драйвер, который управляет дисками. Мы сейчас это прямо увидим. Вот это вот менюшка, она появилась, кстати, в Windows 8 приблизительно. То есть в Windows 7 этого не было, а в Windows 8 это появилось. И вот поэтому мы видим еще старый контроль панель. Вот. Мы сейчас говорим создать пул. То есть этот Storage Spaces заберет под себя два жестких диска, которые не C. То есть загрузочный диск он не может забрать под себя, под свой контроль. Что это значит забрать под свой контроль? Видите, здесь есть два диска. Microsoft Windows видит два диска. Я сейчас нажму Create Pool и он забирает к себе эти два диска под свой контрол и драйвер Storage Spaces начинает контролировать эти два диска и Windows уже их не видит. Понимаете, как это работает? Windows работает с контроллером, а контроллер работает с дисками. То есть Windows видит то, что контроллер, видите, Microsoft Storage Spaces контроллер показывает Windows. То есть операционка работает с драйвером контроллера, а контроллер уже с самими дисками. И контроллер сейчас забрал эти два диска от стандартного Microsoft, от стандартного драйвера вот этого LSI. Он был под LSI. LSI просто показывает то, что есть, показывает на экране. И он от него забрал и сказал, теперь они под моей опекой. Поэтому эти два диска исчезли из диск менеджмента и перешли под контроль Storage Spaces, под этого драйвера. И мы сейчас можем с этих дисков собираем один большой пул и делим его на партиции. Первая партиция будет называться MyPhotos. То есть это виртуальные диски, можно сказать. То есть мы взяли физические диски под драйвер Storage Spaces и сейчас мы ему создаем виртуальные диски, для Windows. То есть драйвер Storage Spaces будет показывать Windows виртуальные диски. А Windows не знает, это виртуальные, это физические. Он не знает, потому что Windows общается только с контроллером. Также работает, например, физический RAID. То же самое. Windows видит то, что контроллер ему показывает. И контроллер сейчас будет показывать, что дисковод P, он такого-то размера и он не знает, что происходит дальше в нем. И мы здесь видим, что у нас есть Two-Way Mirror. Что это значит Two-Way Mirror? Что информация будет распределена между двумя дисками. Мы прямо видим, что здесь написано, что A Two-Way Mirror Storage Space, то есть Two-Way Mirror, то есть двухстороннее зеркало, writes two copies. Он пишет две копии of your data, твоих данных. То есть он пишет одну и ту же информацию на двух дисках, две копии, для того, чтобы защитить тебя от Single Drive Failure, от падения одного диска. То есть если диск падает, там умирает один диск, у нас есть вторая копия. И поэтому Two-Way Mirror, двухстороннее зеркало, требует at least two drives. Минимально два драйвера, то есть два диска. Он делает зеркало, у него есть Resilience, он может устоять от падения одного диска. Что потрясающее в Storage Spaces, то что размер не ограничен. Я могу сделать 50 гигабайт и сказать ему, например, три копии держать. Понимаете, я могу ему сказать две копии, три копии одной и той же информации. И сказать ему, мне не важно, что у меня всего лишь там 10 и 15 гигабайт, всего 25 гигабайт дисков. Я хочу сделать партицию, сделать виртуальный диск на 50 гигабайт. И он мне сделает на любое количество. И если там закончится место, то он мне скажет, иди в магазин и докупи еще диски, вставь мне диск, добавь мне диск. Но с точки зрения Windows, там будет 50 гигабайт. То есть Windows не знает, что физически даже этого места нет. Это мне экономит потом головняк с расширением партиции, с расширением диска. Я ему сразу говорю, слушай, диск 50 гигабайт. И когда мы дойдем до 70 процентов, я пойду и куплю еще один диск. А пока что сделай, чтобы у меня было на будущее запас. Заметьте, что он говорит внизу, что для 50 гигабайт места надо 100 гигабайт дисков, потому что у нас есть две копии. Поэтому для физических 50 гигабайт информации надо дисков всего на 100 гигабайт. Я ему делаю Create и он действительно мне создал 50 гигабайт диск P. И Windows даже не знает, что там таких дисков у меня вообще нет. У меня всего лишь 10 и 15. Да, у меня всего 25. Видите, с точки зрения Windows слева, обычный диск на 50 гигабайт. Вот и все. То есть операционка видит то, что ей контроллер выдает. А контроллер ей выдает, что есть один диск, подключенный к нему на 50 гигабайт. А что делает там за кулисами контроллер? Он пишет там в один диск, во второй диск это всего. Windows не знает. Windows разговаривает только с контроллером. Вот тебе контроллер. Microsoft Storage Space Controller. Кстати, LSI контроллер. Просто все, что мы к нему подсоединяем, показывают Windows без всяких махинаций. Этот LSI адаптер. Это то, что встроено в виртуалку. Так, мы видим, что у нас сейчас два диска. Давайте создадим еще один диск виртуальный. То есть, еще один Storage Space. Они это называют. Мы можем, кстати, пойти в магазин и купить еще один диск и добавить. Нет никакой проблемы. Вот мы идем в настройки виртуальной машины и добавляем еще один диск. Я делаю его любого размера. Это не так важно, потому что он не занимает по-настоящему эти 30 гигабайт. Я хочу вам подчеркнуть, что можно любой размер и он достаточно умный, чтобы брать от каждого максимальное его количество. То есть, там не теряется лишнее. Например, на рейдах физических, если один диск больше другого, то на всех дисках используется минимальное количество по самому маленькому диску, а все остальное не используется и теряется место. В Storage Spaces такого нет. Так, что мы видим? Мы видим, что у нас два диска. И смотрите, слева у нас в Windows появился новый диск. Мы его подсоединили и он сейчас под LSI. Я делаю добавить жесткий диск к полу, Add Drive, добавить диск. И у меня, кстати, есть галочка распределить информацию между всеми дисками, включая этот новый, который я добавляю под свою опеку, под свой драйвер Storage Spaces. И мы забираем сейчас контроль от LSI и переносим контроль над этим диском в драйвер Storage Spaces. То есть, он исчез, видите, свой Windows и перешел под контроль драйвера. Прекрасно. Теперь мы можем создать еще один виртуальный диск. Они его называют Storage Space. Мы делаем Add, не Add Drive. Add Drive мы уже делали. Create Storage Space. Вот мы делаем Create Storage Space. Вот этот вот. Создать еще один диск. Это виртуальный диск. Например, назовем его Data. Это данные. Для меня очень важные данные. Дадим ему там букву, предположим, букву M. Но в данные я хочу эту партицию, этот диск отформатировать NTFS. И самое главное, что я ему хочу дать 100 гигабайт, но не две копии, а я ему хочу три копии сделать. Почему три копии? Чтобы он мог устоять падение двух дисков. То есть, у меня три копии. Даже если два диска одновременно сломаются, то он продолжит работать. У него потрясающий уровень Resilency. То есть, устойчивости. Но он тратит вместо 100 гигабайт, 300 гигабайт. Видите, в три раза больше. Потому что каждая информация записывается в трех разных дисках. Заметьте, я не могу нажать на кнопку Create Storage Space внизу. Видите, в самом низу у меня есть кнопка Create Storage Space. Она серая. Почему она серая? Потому что написано, что надо минимум 5 drives. Видите, самые последние слова. Requires требует at least 5 drives. Он требует минимально 5 дисков. Я не знаю, почему для трех копий он требует 5 физических дисков. Давайте пойдем в магазин и купим еще диски. Правильно? У нас виртуальная машина. Видите, на 2-way я могу нажать, а на 3-way я не могу нажать Create Storage Space. Так, пойдем сейчас в наш виртуальный магазин, свойства сетевого виртуальной машины и еще добавим несколько дисков. В этот раз я буду делать все по умолчанию. Новый жесткий диск в нашему Next, Next, Next.